Здарова народ, с вами Кирилл Саакаст, даром пожелать на канал CryptoGamers. В этом видео поговорим про Play2M проект на блокчейне Solana, который называется Nyan Heroes. В этом ролике расскажу про AeroDrop, то что сейчас запустили тестовую версию игры, то есть это открытая при альфа, находится она в Epic Games, то есть можно спокойно скачать, дальше выполнять различные миссии, будут ежедневные, еженедельные. И также разработчики сказали то, что лучшие игроки получат дополнительно реварды, то есть кто находится в топе по рейтингу окончания этого турнира, ну своеобразного. Так что в этом ролике, друзья, будет много интересного, перед началом по традиции, лайк, подписка или комментарий для продвижения контента. Начнем мы, конечно, с обычных миссий, то есть тут будут у нас всякие там подписаться на Discord, TikTok, там Falloff Twitch и так далее. За это мы получаем поинты под названием Mew. Эти поинты в дальнейшем будут конвертироваться в токен Nyan, который будет уже в ближайшее время залищен. То есть это такой своеобразный AeroDrop, то есть мы лутаем активности и в дальнейшем получаем с этого профит. Помимо обычных квестов на самой платформе, где твит и ретвит, а также поинты Mew можем получать в игре. То есть есть дели, выкли и ивенты. И дальше различные задания, за которые мы получаем наши поинты Mew. То есть сделать там 10 хедшотов, 50 хедшотов, мили убийства и так далее. Ну и, конечно, система рейтинга, то есть лучшие игроки поднимаются по лидер-борду и в конце разработчики их должны наградить. Ну, показано, кстати, топ-100, но еще я информации не видел, именно какие будут награды. Возможно, будет мультипликатор, возможно, будут еще какие-то дополнительные рейтинги. Короче, в топ есть смысл однозначно взлетать, если, конечно, вы хорошо играете в такой жанр. В игре у нас есть выбор разных персонажей. По сути, это классы. У каждого такого героя есть два активных умения и одна ультимативный навык. Допустим, я себе буду брать Спартана, это Воин, у него есть дэш, который может застанеть. В Френзе увеличивает сильно нашу скорость атаки и Армагеддон, это урон по площади. После чего, когда мы выбрали наш класс, мы можем взять себе дополнительно еще оружие под наш стиль игры. Допустим, кстати, нифига себе, зашел в игру, а тут уже, кстати, зашел в игру, а у нас первая победа идет, и тут как бы противник выигрывает на второй карте. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. То есть, у нас, я так понимаю, вылетел тиммейт, условно. Так, поехали. Так, Френзе, когда я активирую, то есть, видите, у меня там скорость сейчас будет очень большая по моей атаке, можем взвешнуться. Так, интересный момент в этой игре, сейчас попробую объяснить, если успею свалить. После того, как мы, наш герой, как бы умирает, нам дается доступ маленький котенок. По сути, мы играем такими роботами, экзоскелетами, нано-костюмами, а в них спрятаны вот эти кошки маленькие. То есть, если мы сможем так как-то захолдить, прокатить, поатаковать, мы потом можем повторно себе призывать как раз-таки этого робота. Давайте попробуем, возьмем снайперскую винтовку. А под Френзе, кстати, эта штука очень крутая, именно вот этот герой. Потому что снайперка, если посмотрите сейчас, давайте попробую показать. То есть, мы нажимаем как бы выстрел, потом там долго вот эта перезарядка. Урон большой, но вот перезаряжается долго. Хотел показать, в итоге не смог. А под Френзе сейчас вы сами убедитесь, насколько будет ошеломляющая стрельба. По классам, то есть, есть танки, хиллеры, но у нас как бы, по-моему, танков вроде... А нет, кстати, у нас три танка и три дэмэдж-дилера. Но посмотрим, что из этого выйдет. Победа идет до двух карт. Первый, как раз таки, зашел. То есть, мы зашли, видите, уже не в новый матч, а как бы приконнектились. Но я думаю, это не беда. Так, поехали, дышатся. Еще и второе оружие, это пистолет. Написать, как вы сами понимаете, это такое. Так, кстати, как-то она... Так, вот пошел очень... Быстрая скорость атаки, на сожалению, я пока не стреляю. Вот видите, насколько жестко. Так, сделали удар, подстанели, отлично. Блин, у меня хп нет. Ооо, давай, живи. Так, наша задача какая? Свалить. Пока мы не получили себе робота. Так, 6 хп, валим. У нас где-то есть хилер, но хилер нас пока не хиляет. Кстати, когда мы носим урон... Ух ты, опа. Блин, вот пожадничал я. Хотел нанести тычку ему, чтобы мой робот быстрее перезарядился. То есть у меня уже откат пошел. Но в итоге из-за этого меня успели добить. То есть это мисплей. Давайте попробуем сейчас взять, наверное, еще дробовик. Потому что дробовик именно с вот этой обилкой моей. Это прям хорошее такое комбо. Потому что мы можем в упор, допустим, попробовать подстанить за счет левого контра. И дальше за большой скоростью атаки убить чела. Надо еще ультимативно накопить. Ультимативно это просто такой типа авиаудар. Вот они, кстати, бегут. Мы сейчас... Блин, давай, 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 давай. Добить. Боже, я даже с Френзи не могу попасть. Вот это стрелок. Поэтому я беру обычно ракетницы. Я вам скажу так. Потому что ракетницы, как бы, его скилла хватает. Можем, на самом деле, сейчас попробовать просто похолдить. Постоять с пистолета. Пока откатится Френзи. Потому что мы, как бы, здесь в позиции. Так, у нас откатывается, кстати, наш шилд. Так, у нас там пытается прессить. Но мне кажется, надо их на базе ловить. Так, там пулеметчик вроде. Ух ты, вот это я красиво сделал. Наверное, я один хэп и осталось. Ух ты, валим, валим, валим. Ну, блин, ультимативно по ходу способностей я не накоплю такими темпами. Потому что я умираю. До возможности все применить. Так, давайте попробуем. Боже, моя стрельба потрясающая. Просто, вот, попал один раз. Так, ну, значит, отойти. Не успел я робота вызвать. То есть, там, когда вызываешь робота, там идет такой, ну, типа, дилей небольшой. Анимация коста. И ты должен в этого робота залезть. В итоге я просто умер, пока меня там чел нашил в спину. Так, ну, тут, кстати, какая-то быстрая партия получается. Потому что мы уже приконнектились, как бы, игра, которая существовала. Ну, это хорошо. С другой стороны, будет победок. Потому что попались какие-то хорошие челы, нам очевидно. Да, это у меня были одни лузы. Я сыграл три игры. Но там я в свое оправдание даже был на первых местах. Даже с такой стрельбой. Ну, потому что я, как бы, с гранатомета больше стреляю. Так, поехал Френзи. Так, нужно какой-то, наверное, авиаудар дать. Давайте его куда-то закинем. Тоже криво. Отлично, сделали стан. Так, можно запрыгнуть сюда. Отпрыгай, прыгай, прыгай, прыгай. Полин. Как бы сейчас хорошо там было просто залезть туда. Просто. Славно. Так, ну, мне надо наносить какой-то урон, хотя в минимальный. Блин. Как я не могу попасть ни к кого в этой игре. Ну, в принципе, как в любом шутере, попасть я не могу. Но, благо, чело быть хорошее. Ну, видите, кстати, всякие шелды позволяют вот эти барьеры абсорбить урон. Танки тут явно будут полезны. Ну, похоже, игра на овервотч. То есть, это, видите, победа. Тут мы нифига не сделали. Ну, и, в принципе, бог с ним. Как бы вот так вызывается робот. Задания несложные. То есть, можно выполнять. Геймплей интересный. Поиграть однозначно стоит. Также, друзья, под роликом снизу будет промокод Cryptogamers. Даст он дополнительно вам поинты. Хоть там немножко их. Но, кому интересна игра, можете, естественно, лутать. Надеюсь, что, может быть, что-то будет еще в телеграм-канале. Какие-то дополнительные коды для получения увеличенных мяу, ну, таких поинтов в игре. На этом все. Лайк, подписка и удачи.